Здравствуйте, дорогие мои друзья! Что же, сегодняшнее утро. И, как вы думаете, шоу must go on. Шоу должно продолжаться. И действительно, оно продолжается. Знаете, не устаю и хочу донести до вас вот это вот. Потому что действительно, шоу должно продолжаться и оно продолжается. Вчера выступление в Думе Мишустина. И присутствует правительство. Отчет правительства перед парламентом. И мы понимаем с вами вот эту грызня бульдогов под ковром. Мишустин и Володин. Лысый и волосатый. Вот на одном, как говорится, в каком там Мишустин, в каком у нас? В красном углу ринга у нас Мишустин. Лысый, как говорится, такой боровичок, хоккеист. Ну, мужик крепкий, маленький такой столбик. С другом стороны, в синем, в голубом игру, углу волосатый Володин. И вот они схлестнулись. Сошлись огонь и пламя. Да, друзья мои, любопытно было наблюдать. И, значит, ну, отчет правительства. И Вячеслав Володин, он как бы свысока, они перед ним отчитываются. Он свысока говорит Мишустину, когда вы это наконец-то прекратите? Мне тут народ говорит, выводятся огромные средства из страны. То есть здесь средства зарабатываются, выводятся в офшоры по всему миру. То есть выкачиваются деньги из страны. Это говорит глава парламента, главе правительства. Когда вы это остановите? Тот бы ему сказал, слушай, и ты выводишь, и я вывожу. Это все равно, кто кроме нас еще это сделает? Весь бизнес под нами. Все мы знаем, все мы контролируем. Один вор говорит другому, когда ты прекращаешь воровать. А другой говорит, ты сначала прекрати. А тогда и я. Ну, Володину надо зарабатывать. То есть, видите, борьба за эту кремлевскую корону, как мы понимаем, гражданин Володин, ну, сделает рывок. Уже у нас несколько ходов. Бабуля, пальмовое масло. Ну, вот сейчас он это немножко лысого, как говорится, повозил носом по столу. Сказать, в прошлом году мы вам говорили, хорош, типа, отмывать деньги, хорош их выводить. В этом, ну, я посмотрел, знаете, Мишусин такой взгляд так бросил, думает, ну, ты свинтус, скотобаза володинская. Он так, ну, как бы, по его взгляду было понятно, что ему так неприятно, потому что он скажет, да я сам, да я сам. Не дай только до власти добраться, я тебя, голубок, умою. То есть, вот такая война, действительно, война взглядов, напряжений, тонов, если вы посмотрите, эти, ну, там, пять минут вот этого вот противостояния. Один и другой. Претенденты на кремлевский престол. Вообще, наблюдайте, друзья мои, сейчас происходит уникальное время, когда мы можем посмотреть на них всех. И мы понимаем, конечно, что один и другой, в общем-то, мерзавцы и подлецы. И они друг друга говорят. Один вчера говорил, значит, что хорош, типа, пальмовое масло тут. Сам себе говорил, хорош. А то что там народ, народ вымирает. Другой, значит, запросто теперь говорит, а, он же говорит, хорош деньги выводить. Мишустину, который там, знаете, квартиры в Нью-Йорке там покупает, и своего, кого там, зятька он там отмазал от налогов. Значит, других всех обложить. А почему люди-то в офшор уходят, почему деньги выводят? Даже какие-то кто-то там, какие-то свои мелкие. Почему люди бегут за границу? Да потому что здесь вообще там все прижали. То есть, они все деньги считают своими. Заработали вы, не заработали, они все равно придут, отнимут. Даже к простым людям, не к бизнесменам. Там, с штрафами своими вот этими вот прикольчиками какими-то. С помощью бензина, с помощью всего. Цена у нас дороже всех в мире, похоже. А зарплаты ниже всех в мире. Вот эта вот разница. И эти два упыря, один там такие мощные морды, еще и спорят. Кто из них, кто из них лучше? Ну, значит, Володин теперь для народа. Да, правда, вот этот вот молодец. Вы чувствуете, как потеплело у вас в груди? Что думаете? Ну, наконец-то нашелся заступник. Перед, перед, и бабушку выслушал. И теперь слова этой бабушки доносят. Да коли вы будете воровать? Да коли, я спрашиваю, я глава парламента. Это я волосики свои. У меня, он понимает, он же тоже с нами, друзья мои, знает, что после Лысого должен быть волосатый. И он смотрит на Мишустину свысока. Говорит, ну что ты, у тебя шансов-то нету. Нету шансов. Против Кольки Сопрыкина нету у вас шансов. Как говорил один вор-карманник в небезызвестном фильме «Место встречи изменить нельзя». Однако, шансы есть всегда. Ну, друзья мои, ну, смотря на эти лица, конечно, думаешь, Господи, один сидит, никак его не сковрнут. Эти тоже, не то что не лучше, они хуже. Они хуже. Они, может быть, смешнее, слабее, но вызывают такое же чувство омерзения, отвращения своей корыстью, жадностью, хитростью. Они же все считают себя такими мудрецами, что они небожители. А мы с вами корм, который можно, значит, посыпать им туда, значит, этот пальмовый жир. Можно там как угодно обманывать и обирать. Ну вот. Сегодняшнее утро. Володин Мишустину. Когда вы, наконец, прекратите это все? Что ответил Мишустин? Сказать, хрен тебе. Ну, так, завуалировано. Мы ничего прекращать не будем. Ну, посмотрим, кто еще. Шойгу затаился. Кто еще там? Есть еще, конечно, такие персонажи, как чертики из табакерки, которых, ну, нынешний правитель тоже лелеет. Он понимает, он тоже же, тоже внимательно ему докладывают, отчетики дают сказать, «А, Володин-то, Володин пошел в рывок». А как, ну, спортсмены, знаете, там, особенно бегуны, там, на длинной дистанции, велосипедисты, они, кто идет в начале первый, он редко доходит первым. Обычно, ну, сзади держится, сзади, потом набирают сил, как бы, за спиной ведущего, а потом уже делают рывок. Ну, вот, Володин, похоже, в рывок-то пошел. Но не взял ли он фальшстарт? Вот это вот вопрос. Мы с вами наблюдаем вообще олимпийские игры. Олимпийские игры за кремлевский трон. Удивительная вещь. Все, друзья мои, пока.